АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично, хорошо, такие шутки должны были быть, и я знаю, что не буду дальше. Короче, значит, меня зовут Марьян, и почему я хочу поговорить про порнографию? Понимаете, есть такие феномены, которые, по сути, нужно рассматривать чуть глубже, чем просто разрядка от того, чтобы тебя кого-то давно не было. И порнография — это одна из именно таких тематиков. Я сейчас буду рассказывать, ну, по сути, суть, основная идея моей лекции в том, чтобы в следующий раз, когда вы включите Порнхаб, вы вспомнили о некоторых штатах, которые я вам рассказала. И выключили с нас. Нет, не отказывай. Я говорю о том, что... Вы сажали больше интересных треков, которые вы получили. Я говорю, как кажется, что не будет, я не говорю совершенно... Никаких идей о том, что порнография — это плохо, вообще нет. То есть у меня их лекции точно не будет. Вот. Привет. Его зовут Пряп. Это греческий бог в полдородии. В Греции были чуть-чуть другие идеалы античности. Большие половые органы считались уродством. Политло — это карикатурный бог. Он был смешон, но судя по полдородии была... Я думаю, вы понимаете, в чём судя по полдородии. Это непонятно. К чему я это показываю? Это фреска. То есть это было изображено в помещении. Длительное время тема секса в культуре, порнографии, эротики очень долго закрывалась и табуировалась. Пока не пришёл мужик под именем Зигмунд, не поменял наше восприятие. Ну, в общем, суть. Когда начали делать раскопку Помпеи, думаю, все помни про Помпеи, тогда была викторианская эпоха, и когда происходили эти раскопки, внезапно нашли такое огромное количество вот подобных вещей, что их просто начали уничтожать, прятать от людей, чтобы никому, не дай бог, не показать на самом деле, что происходило в то время. Это фрески, которые находились, вот подобные фрески были типичными для любой семьи, у которой были более-менее нормальные деньги, они ходили в столовой. Вот такие фрески находились тоже в столовой, приятного аппетита. Такие тоже. Но помимо этого, где они ещё находились? Они находились в публичных домах. Мы понимаем, что публичные дома, они всё-таки подсвязывают народы, торговые пути появляются, ну и когда прилет какой-то араб в Рим, он не может объяснить, что он хочет, он просто тыкнет пальцем в стену, а тогда публичные дома, это просто была огромная комната с разными постелями и вот с такими вот рисунками, чтобы было проще. В смысле, огромная комната как зал, то есть? Ну да, как зал. То есть вообще, вот, это интересная тема, да? По поводу, вообще, это тема интересная, по поводу интимного пространства. Интимное пространство, вообще коридор появился в 18 веке. Вообще пологи, да, появились очень-очень-очень спустя время. Понятие, то есть это было абсолютно нормально, когда была одна большая комната, и родители там занимались сексом при детях. Такого понятия, как сейчас, единения, да, не было. Чем больше развивается, чем больше развивается цивилизация, тем больше человеку нужно пространство. Наши с вами дедушки и бабушки жили в, боже мой, в коммуналках, и для них, да, это было каком-то нормальном понятии. Для нас с вами коммуналка, жить в патированной комнате, это просто какой-то мрак. Тогда вообще не было никаких проблем. Это была естественность, поэтому, как бы, ну, ничего страшного, что я там не видел. Вот, не только в Древней Риме. Это к тому, что этот феномен, он есть во всех культурах, просто опять-таки, это не то, о чем мы все говорим, это не то, что принято обсуждать. Но во всех культурах это нечто очевидное. Более того, влияние происходило как тогда, так и сейчас тоже. Вот, и к чему тоже, тоже интересный момент, в разных культурах абсолютно разное влияние. Вот подобные оргии, они были больше распространены на востоке. Ну, это такой чисто культурологический момент. Ну, или вот такие вещи, не очень распространены у нас, но, груди, да, так себе факт. На всю Японию сейчас есть всего лишь 13 порноактеров. Там быть мужчином-порноактером очень позорная профессия. Многие бы мужчины нашей страны позавидовали бы в этой стране, но очень много девушек, которые бы не против заниматься в этой профессии. Так, идем дальше. Да, ну, как бы, особенности этой культуры, это такие вещи, да, это спинтри. Спинтри это такие монеты, которые чеканились, ну, видите, да, с другой стороны, половые акты, в то же время они чеканились. Суть их была в том, что длительное время считали, что ими расплачивали за половые услуги. Ну, как бы, беря какую-либо монету, ты как будто бы говоришь, что ты хочешь. Но в дальнейшем культурологи и генетографы поняли, что этими монетами просто расплачивались. То есть такая штука, это было естественно. Это совершенно не того, и никто не воспринимал этого. Боже, боже, уберите от меня, пожалуйста. К чему я? К культуре и к этому. Я говорю еще раз, да, все особенности культурные, они проявляетесь сейчас тоже. Вот статистика, которая представила Порнхаб после выхода 50-х тех, а серого. Женщины, они поняли, что есть много интересных категорий, и они открыли для себя. Притом в очень большом объеме открыли для себя БДСН. Вот. То есть на самом деле сейчас тоже из влияния. Просто мы этого не замечаем, и более того, мы можем хихикать над Порнхабом, но мы не делаем, как бы, такие глубинные анализы. Поэтому я люблю культурологию, что она рассматривает такие вот штуки. То есть мы видим, что на самом деле до этого по статистике Порнхаба можно посмотреть, что БДСН вообще не было никогда популярным среди женщин. Ну и там нет, по статистике, но это же популярность среди женщин от 40 лет. Так это же только статистика запроса, это не означает, что они в реальной жизни этим заинтересовались? Конечно, нет. Они посмотрели и забыли. Опять-таки, опять-таки, мы сейчас к этому тоже перейдем. Но только на 200. Это... да-да-да, сейчас я с погреба не прорезает девушек, просто пока любуйтесь. Смотрите, по поводу того, что думает общество о порнографии. Есть негативное отношение, есть позитивное отношение. Негативное отношение в том, что вызывает агрессию у людей, да, более жестокое отношение к сексу и так далее. Сейчас мы это обсудим. И второй, феминистки говорят о том, что очень много объективизации тела, и что мы воспринимаем человека просто как кусок мяса, и вот вообще ужас, короче. Позитивное. Я это называю повышение квалификации. В этом есть плюс. Ну, как бы, иначе быть не может. Некоторые макаки занимаются сексами родителями. Мне кажется, что в этом плане порнография лучший вариант. Потом эмоциональное... Учиться сексу по видосикам, ты считаешь... Что значит учиться сексу по видосикам? Ну, это будет у нас вопрос, и я отвечу вопрос, назначу сексу по видосикам. Ну, просто... Очень меня волновал просто. Ну, это закономерно в себе вопрос. Я думал, нужна подруга всегда оттуда просто. Ну, подожди. Статистика просмотров порнографии сейчас 10 лет. 10 лет ты не можешь подружку уже учиться, ну, понимаешь? Я знаю. Вот, да, позитивный еще момент. Боже мой, эмоциональная разрядка. Ну, тут все понятно. И третий момент, который как бы противоречит той негативной основе. Вообще в обществе, где нетабуированное отношение к порнографии, намного меньше количества изнасилований. Я буду сейчас говорить вам об исследовании, но так как я понимаю, что эти фамилии вам ни о чем не говорят, и их запоминать не надо, просто будут говорить британские ученые, я думаю, вы все поймете. Так вот, британские ученые очередные сделали анализ. В 70-х они проанализировали количество преступлений на почве сексуальных разладов в Японии до снятия табу с порнографии. Это 72-й год. И оказалось, что они делали этот анализ в 95-м, то есть в периоде с 72-го года по 95-й год, вот в этом промежутке количество изнасилований уменьшилось в 5 раз. То есть на самом-то деле, да, порнография в какой-то мере влияет, но она влияет позитивно в общество, где порнография не воспринимается как табу. То есть, да, когда ребенку говорят, боже, не смотри, не смотри, не смотри, и более того заставляет его воспринимать это как все-то плохое, это делает психологическую травму и влияет на агрессивность. Но вообще есть позитивный эффект. Дальше. Скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали о корреляции, но при этом выдали ее за причину-следственную связь. Вы хотите сказать, что с 72-го года по 95-й год в Японии не было никаких изменений в законодательстве и в органах правоохранительных? Конечно, конечно. То есть это просто корреляция. Это не значит, чтобы орнография повлияла на это? Они делали анализ именно вот в этом плане. Они пытались проанализировать количество домогательств. Понимаете, в любом случае делать анализ этой статистики очень сложно, потому что есть огромное количество психологических аспектов, социальных и политических, которые на это тоже влияют. Но когда вообще это очень тонкая тематика, понимаете, когда делают вообще любые исследования на эту тему, пытаются найти хотя бы какую-то почву, потому что все время носить в общество мысль о том, что порнография это плохо, эта мысль была слишком долго в обществе, и пытаются этих людей как-то изменить, по крайней мере, понять к ней отношения. Так вот, да, еще один британский ученый сделал другое исследование. Выборка была в 28 тысяч мужчин, и оказалось, что частые просмотры порнографии очень негативно влияют на либидо, на мужское. И это, к сожалению, правда, потому что в среднем сейчас провели такой анализ, что мужчины начнут смотреть порнографию с 10-14 лет, то есть, соответственно, где-то 25 годам. Парня сложно удивить вообще чем-либо, и появляются проблемы, но спасение есть. То же по статистике, если мужчины перекачали смотреть порнографию в течение трех месяцев, вчера шесть месяцев, то парня восстановлялась. Более того, в этих, ну, в случае, когда были проблемы с либидо, Виагра не помогала, потому что это психологическая проблема, а не с органом. Вот. Соответственно, с точки зрения культуры, Бадыльяр говорил о том, что он бы спел порнографию как нечто очень плохое, потому что порнография настолько пытается нам демонстрировать что-то невероятно реальное, что она из-за этого уже не похожа на реальность. Я приведу эту очень сложную формулировку вот к такому примеру. Вот такую девочку я могу видеть и себя в классе. Вот такую девочку вижу только в порнографии. То есть мы видим, что на самом деле от реальности порнография невероятно сильно отличается. Думаю, что даже если мы посмотрим хоум-видео, и, ну, окрочную порнушку с учителем, за учителем, то как бы мы видим большую разницу. И вот в этом тоже минус большой порнографии, о которой мы очень много говорим. Она не похожа на жизнь. Она слишком идеальна, слишком похожа на, ну, правда, на силиконовые цветы, как бы называть некоторые. Ну вот, я реально вот такую девочку вот где-то увидела у себя. Ну, не в том, конечно, что это она же. Вы просто видите, вот эти приколы с мейкапом, ну, тем более, очень типичный мейкап, если кто-то заметил, вот что такое типичное мейкап. Особенно вот у этой барышни, такой крайний. То есть, ну, они совершенно иначе выглядят. И проблема не в том, что они некрасивы, дело не в этом. Просто реалистичность и насколько, ну, да. Вообще, вот, если я просто даже на улицу вижу девушку с таким мейкапом, я сразу как бы думаю о чем-то другом. Вот. Да. Продолжим. Тоже интересный аспект, который касается поисковика про «Ищут женщин». Пролема тут, во-первых, да, конечно, может быть и бисексуальность, и мы знаем, что женщины более бисексуальны, это понятно. Но мне не надо, наверное, делать анализ, вы и так видите, да, что порно, вот, которое больше касается резбийского, оно популярнее. конкретно на Ритюбе и Тонтхаве. К чему это все приводит? Почему вообще среди женщин актуальна такая порнография? Потому что у порнографии популярной всегда один и тот же алгоритм. Он скучный для женщин, он одинаковый, но он проще воспринимается мужчинами. Обычно ролик заканчивается на радостном лице мужчины, вот, ну и на прекрасной груди женщины. На этом ролик заканчивается. То есть, по сути, центр всегда, и более того, давайте откровенно, мужчины в порнографии не очень привлекательны. Если женщины, по сути, по сути, всегда, ну, практически всегда, ну, если там не говорим о том, ну, короче, по сути, они всегда привлекательны. Мужчины нет. Поэтому многие девушки, это как бы социологичного опыта, когда я спрашивала из своих тоже знакомых, намного привлекательнее смотреть на алисбийское порно, где нет этого феномена некрасивого мужика, где все очень-очень эстетично и, по крайней мере, приятно. Это... Да, еще, кстати, да, и гей-порно тоже, потому что они няши, ну, вот, ты абсолютно прав. Они... Они правда няши, они все аккуратненькие, они все... Ну, мы же говорим о каких реальных вещах, которые мы все видели. Ты сквалилась, я сквалилась. Ты зал сквалилась, я сквалилась. Вот, соответственно, это проблема, ну, это на самом деле проблема, если можно это назвать проблемой. То есть, в какой-то момент феминистки, я понимаю, что говорить слово феминистки, это всегда сложно говорить слово на три буквы, но феминистки, фемистика, это какой-то момент вбесило. Кутурологи выделяют очень важный фильм для порноистории, он называется «Глубокая глотка». Давайте, спалитесь все. Только «Глубокая глотка» 72-го года, потому что ремейки тут не имеют никакого значения. Этот фильм признавался настолько классным, что его можно было, его показывали в кинотеатре, как будто бы это полнометражный фильм с большим, глубоким смыслом. Но на самом деле суть в том, что главная героиня Линда Лавлейс, она тоже особенностью фильма, что там первый раз в порнографии женщина выступала, как ее что-то радовало. Вообще, ладно, те, кто не видел, в какой-то момент девушка понимает, что она не может получить оргазм и узнает, что у нее точка G находится в горле и ей люди помогают. Но она очень радуется, у нее постоянно улыбка на лице и так далее. И более того, Линда Лавлейс она просто вошла, это была одна из первых этих порно-звезд, которая привлекала большое внимание и так далее. И это был такой бум тематики, но внезапно, через 20 лет, Линда Лавлейс не просто отказалась из своих слов, она еще стала феминисткой. Она сказала, что все, что они видели, это на самом деле неправда, она была тогда под наркотическим опьянением, ее все время заставляли. Если вы когда-либо вообще слышали, что происходит за кадром, что говорят режиссеры-операторы, то на самом деле вся эта порнография снимается на самом деле очень быстро, достаточно в жестких ситуациях именно для женщин. И когда в момент, когда Линда Лавлейс это была причина, после которой внезапно феминисты активизировались и поняли, что на самом деле спор, надо что-то делать. Спор надо менять, надо его делать для женщин тоже. Поэтому появилось некоторое количество... Это стартап. Это очень интересный тет, можете его посмотреть. Я зовут Синди Галлоп. Барышня, которая лет 50 начнет рассказать о стартапе, который называется «Мои главный от порн». Она говорит, это один из тысячи таких подобных стартапов, она говорит о том, что она попыталась решить проблемы вообще порнографии. Сейчас тоже попытаюсь объяснить. Смотрите, почему еще порнография негативно влияет, потому что там наш организм так устроен, что чем больше новых тел, тем быстрее мы приходим к логическому завершению полового акта. Соответственно, все видеоматериалы, они быстрее помогают нам прийти к нужному эффекту, но они хуже влияют на нашу потенцию, на нашу видовода, то есть на нашу способность быть дольше и так далее. Еще раз, можешь объяснить? Да. Чем меньше перед глазами портнешь, тем лучше портнешь. Ты же не пересматриваешь видяшки, ты смотришь новое, потому что чем новее тело... Ты сделала за мной, все ты принесла? Серьезно, это нормально. То есть чем больше новых тел, тем быстрее, то есть редко кто пересматривает видяшки больше, чем 2-3 раза. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я думаю, нам нужны серьезные с опросом. Прямо сейчас. Зачем? Потому что это тело уже видел. Чем больше новых тел, тем быстрее ты можешь прийти к нужному эффекту. Но в реальной жизни так не получается. В реальной жизни мы к этому ведем. В реальной жизни в этом проблема реальной жизни. Не проблема? Что это сделать? Все не будет жить. Телочек. Поэтому можно дольше держаться, если там одна перед глазами. Так ведь получается. Сейчас я скажу тебе, что тебе делать потом. Лет 10-12 назад был один диск, который тебе подарил одноклассник. И у тебя не было вариантов. У тебя не было интернета. У тебя был фильм со школьницей. Тогда было меньше проблем с этим. Это проблема именно сейчас именно интернет-порно. Потому что тогда была одна кассета дома у родителей. И она была перематывать пальцы. Это все было замечательно, на самом деле. А потом появился интернет такой негативный. Подожди. И она, то есть, на самом деле, аналогом порнографии решили делать просто порно истории. Честно говоря, это не самый лучший стартап на эту тематику, которую я видела. Ну, вы просто можете зайти на этот сайт. Там просто истории порнографические с фотографиями. Ну, достаточно откровенно, естественно. Но это не самое лучшее, что я видела в этом контексте. Но это интересно в том плане альтернативы. И это самый раскрученный стартап. Вот. И вообще, мне кажется, что по поводу жизни, того, что это не похоже на жизнь, да, эти истории, которые есть в этом стартапе, они полностью подстроены под те социальные ритоны, которые со временем секса. То есть, это тоже еще та причина, по которой, допустим, много женщин предпочитает не просматривать порнографию. Потому что там нет все-таки секса, это всегда череда определенных социальных, психологических моментов, разговоров и так далее. В любом случае, даже если это просто one-night stand, в любом случае это всегда есть. Порнография-то отсутствует. И это то, о чем тоже говорят все подобные стартапы, что, мол, есть альтернатива, которую мы уже смотрели. Более того, ну, на самом деле, а, еще, вся порнография, которая снимается феминистками, женщины, режиссеры, что снимают, поверьте, там они нормально выглядят, если вот в тенапной. Есть, конечно, порнография, которая максимально имитирует жизнь, что там, типа, небритые подмышки, плотные, все, это, конечно, да, есть такое, но суть феминистической порнографии или альтернативной порнографии, суть в том, что, когда мужчина кончает, извините, порнография не заканчивается. Она заканчивается, когда женщина и мужчина вместе приходят к обоюдному согласию. То есть, да, тенапию очень хорошо, очень хорошо, я тут снила. Вот. Ну, вообще, я к чему? Просто постарайтесь посмотреть на порнографию с другой чуть-чуть позицией. И более того, погубите всякие альтернативные штуки. Если кому-то надо, я правда могу подказать линки, у меня слишком много в браузере истории уже на 3-й моте. Если ты побьешь у меня в истории брат и сестра, то это будет очень плохо. Поэтому, это на самом деле все. Если у вас есть вопросы, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ .